Мы продолжаем Утро на Болткоме, Абек Хелкин, Александр Шунин в студии. Еще один Александр, а сейчас у нас на прямой связи, посредством Зума, Александр Морозов. Саша, представь, гостя. Руководитель организации Young Folks. Доброе утро, Александр. Всем привет, доброе утро. Спасибо, что нашли время накануне праздника Всемирного дня защиты детей выйти с нами на связь. Давайте пообщаемся, раз так все у нас замечательно сложилось. Ваша организация Young Folks объединяет детей с 7 лет и подростков до 16, если я не ошибаюсь. Вы предлагаете обычно просто массу занятий, выездные лагеря, клубы, тематические занятия, летние школы. Но последний год в связи с ограничениями, связанными с ковид, как вы его провели, как проходили занятия, много ли пришлось отменить, что удалось сохранить и перейти онлайн? Рассказывайте. Ну, знаете, в нашем случае мы вот в марте, когда первый раз как бы случился локдаун, мы буквально за два дня там, ну, потому что никто не знал, как действовать, для всех это было впервые, и для школы, и для центров. В нашем случае мы с командой ребят буквально за два дня сделали там платформу, перешли на онлайн, запустились все в зуме, распределили график, все занятия, и у нас очень активно вообще все получилось. Конечно, это был онлайн-формат, и сейчас он продолжает идти, но я даже скажу, что у нас даже стало больше активностей, больше возможностей именно по мероприятиям, чем живую, потому что, когда мы запускали клубы, там, клуб психологии, литературный клуб, бизнес-клуб, вот, спикеры, эксперты со всего мира могли к нам подключаться, а ребята даже, вот, к нашему клубу, там, у нас с Америки есть ребята, с Украины, ну, с других городов, то есть это, с одной стороны, и ограничение, то, что мы вживую не можем видеться, а с другой стороны, дало просто больше возможностей для вообще разных активностей. Так что, да. Как много у вас вообще членов в вашем движении? Ну, смотрите, мы начинали, вообще уже 9 лет существуем, я начинал все это делать для своего младшего брата, которому было там 14-15 лет, для подростка просто организация полезного досуга для брата, чтобы он там не связался с плохой компанией, ну, это, я думаю, каждый родитель подростка об этом думает, чтобы ребенок был занят, и вообще этот период прошел спокойно. Тогда я, было у нас 5 подростков, я взял его пару друзей, пару одноклассников, мы начали ходить в походы, смотреть там кино, участвовать в каких-то мероприятиях, за границу там первый раз тоже поехали. Через полтора года нас стало 25 человек, просто уже, ну, другие родители к нам стали подключать ребят. Сейчас нас больше, чем 400 молодых ребят. Моему брату уже 24 года, он ходит в море, но когда здесь, возвращается в Ригу, продолжает вовлекаться, и все другие ребята, кто с нами продолжает работать, вовлекаться, они все остаются. Поэтому мы предлагаем не только для, вот, вы сказали, до 16 лет, но у нас очень много ребят от 16 и старше, где-то до 25 лет, многие родители к нам подключаются. Вообще по возрасту я делюсь, что у нас Young Folks Kids есть от 7 до 11 лет. Там с ребятами мы делаем разные курсы, там, по астрономии, по биологии, по анатомии, языки, там, французский, китайский, немецкий, латышский, английский. Или там такие занятия, как, там, путешествие к эмоциям, или театр теней. Вот. Занятия также проводят, там, старшеклассники, или студенты, или взрослые эксперты, специалисты, которые с нами на одной волне. Ребята-старшеклассники, например, там, фанаты химии, фанаты биологии, которые первые места, там, в Олимпиадах занимают. Им это интересно. Они горят этим, и мы даем площадку для реализации. И, знаете, получается неплохо, потому что и дети, и родители всегда остаются в восторге. Второе направление, которое у нас есть, из которого все началось, это такое самое важное, для чего мы вообще существуем, это клуб подростков. По возрасту это от 12 до 15 лет. И там тоже есть множество всего. Мы, как бы, продолжаем организовывать полезный досуг для ребят, но основная суть для того, чтобы ребята встречались, дружили, коммуницировали, общались. Мы сейчас запустили новый проект по районам. Например, у нас есть в пяти районах уже молодежные лидеры. И вот в Плявниках, в Пурцемсе, в Иммонте, в Центре, в Мэшсемсе сейчас планируем запуститься. И есть группы подростков. Вот там вчера буквально мы организовывали в Плявниках мероприятие. Ребята там квест проходили, устраивали там спортивные игры на Деглов Акаунс. И в рамках этого клуба абсолютно разные могут быть мероприятия. Сейчас, на данный момент, это преимущественно на улице, потому что внутри встречаться нельзя. Но на улице спортивные мероприятия, как мы знаем, можно до 20 человек устраивать. Творческие занятия до 10 человек устраивать. И вот мы с ребятами там на яхте можем покататься, можем на байдаках покататься, можем в поход пойти. А можем там Плявники исследовать, к примеру. – Напомню, с нами на связи Александр Морозов, руководитель движения «Янг Фолкс». Александр, буквально в прошлом получасе мы и с Абиком, и с нашим гостем обсуждали те изменения, которые грядут буквально с 1 июня. Конечно, я имею в виду введение электронного сертификата. А еще чуть раньше вдвоем с Абиком мы рассуждали о том, что же делать как раз-таки с детьми, подростками, с молодежью. Потому что они могут не вакцинироваться в таком полуобязательном, добровольно-принудительном, скажем так, порядке, в отличие от взрослых, в отличие от своих родителей, бабушек и дедушек. Но при всем при этом, ну, зачастую, будем откровенны, они могут являться переносчиками ковидной инфекции. Так, по вашему опыту, как ребята настроены прививаться, не прививаться? Как они вообще следят за своим здоровьем в эту непростую, так сказать, ковидную эпоху? Ну, знаете, лично я вакцинировался, потому что у нас грядут много путешествий. Сейчас там 12 июня на Кипр уезжаю, ребята в Болгарии улетают, у нас там в Париж поездка будет. То есть жизнь происходит, путешествия происходят, у нас много там в связи с Erasmus плюс путешествий как бы рабочих. По поводу ребят, мы это не особо обсуждали, я думаю, что это ответственность каждого человека, родителя, семьи. Мне кажется, очень сложно, ну, за других сказать, надо прививаться, не надо прививаться, потому что есть очень много особенностей, и каждый может это воспринимать также по-разному. Поэтому не берусь сказать за других, вот, оставлю это на ответственности и принятие решения каждой отдельной семьи. Ну, мы не спрашиваем, агитируете вы или не агитируете, тут скорее речь идёт о том, как вы оцениваете нынешнюю ситуацию и те возможности, которые появятся с введением тех самых вот QR-кодов, зелёных паспортов и так далее. Станет ли проще вам вашей деятельности? Я, смотрите, я смотрю, что сейчас происходит, допустим, наши встречи, которые происходят на улицах, вполне, ну, как бы не было никаких трудностей, что ли. Ну, да, мы как бы ориентируемся на погоду, да, что там если идёт ливень, дождь, мы там переносим на солнечный день. Но ребята, конечно, ребятам хочется общаться, хочется встречаться, потому что они уже вот этот год последний, там, сидя дома в школу онлайн, они все истасковались, измучились. Вот, поэтому в любом случае они будут это делать, даже там с вакциной, без вакцины. Если мы видим те ребята, которые, ну, во дворах, в районах, они независимо там от взрослых, уже тоже с подросткового возраста встречаются, тусуются, им там ничто не помеха, потому что, ну, возраст такой. Вот, поэтому будем надеяться, что болезнь не затронет, или там вот вирус не разойдётся так массово. И у нас всё получится, как бы, да, в таком плане. Да, вот такой вопрос, если я даже пометил, вы сказали, такая одна из интересных программ. «Путешествие к эмоциям». Что это? Ну, у нас есть сказкотерапевт Карина Фалькенштейн, она эксперт и, как бы, ну, занимается театром, театром теней. И для ребят, вот мы подготовили и запустили такой курс «Путешествие к эмоциям». Это было для ребят от 8 до 11 лет. И, вы знаете, как бы было два блока, два курса, но очень популярное занятие такой блог, потому что на каждом занятии ребята учились распознавать, и они путешествовали как к какой-то одной из своих эмоций. Например, к радости, например, к злости, например, к обиде или зависти. Это, ну, на занятии со сказкотерапевтом они учились взаимодействовать, знакомились с этой эмоцией, чтобы вообще понимать, чтобы разбираться, что есть там не просто обида, а есть спектр эмоций. С ними можно подружиться, их можно контролировать, с ними можно общаться. Есть какие-то тоже игры, методы. Если ты чувствуешь какую-то злость, то ты можешь её распознать и действовать вот так, как тебя научили. Там есть всяких там шкатулка желаний или такая рулетка игры. Если ты можешь покрутить, вот ты, не знаю, там злой, или тебе скучно и одиноко, например, ты можешь её покрутить, и там выпадает какая-то игра. Ты можешь в неё поиграть, например. Вот что-то такое. Но детям, и детям, и подросткам, да и взрослым мы тоже знаем про эмоциональный интеллект и про выгорание, и про то, как сложно вообще людям в такой период. Вот мы для детей такой полезный курс запустили, и около уже 40 детей в нём поучаствовало. В продолжение этой терапии, кстати, ваш рассказ мне напомнил, в том числе новость, она и на портале MixNews.lv присутствует, об усталости латвийцев от ковида, и в том числе очень высокие показатели у молодёжи и подростков. На своих ребятах вы заметили, как они изменились за этот год? Стало ли больше агрессии? Стало ли больше... Каких эмоций стало больше? Ну, знаете, в нашем случае, конкретно моём, мы больше даже фокусируемся на таких положительных моментах, потому что когда мы организовываем мероприятия, там куда-то едем в поход, или что-то организовываем в районе, то ребята настолько истосковались вообще по встречам, по общению, что вот эти два часа, или даже в походе весь день, когда мы проводим, они настолько счастливы, счастливы, ну, и именно в этот момент, да, я не знаю, что происходит вне, и как они себя чувствуют. Конечно, всем поднадоело уже, и слава богу, что сегодня 30... 1 мая, и там многие, большинство экзаменов уже позади, и ребята могут отдохнуть и войти в лето, поэтому, да, я не вижу какой-то агрессии, или все подустали, но все супер тянутся, все очень открытые, коммуникабельные, по крайней мере, те ребята, которые с нами участвуют, к нам приходят, и, да, очень-очень рад, что есть хоть такая возможность. Ну, это позитивная, в общем-то, новость. Приятно слышать о таком. Напоминаю, с нами руководитель организации Young Folks Александр Морозов. Скажите, пожалуйста, в ближайшее время что новое планируется? Вы упомянули походы, возможно, добавятся новые занятия. Знаете, да, я хочу упомянуть о таком проекте, может быть, даже Прот и Ундари. Это проект от LabClebes Departments. Мы и делаем что-нибудь вот так, мы можем перевести, да. Да, да, Мочи делать. Это возможность для ребят от 15 до 29 лет, для тем, кому может быть посложнее, кто не учится, кто не работает, кто не получает никаких пособий. Может быть, да, кто попал в такую ситуацию. Или сейчас школьники после 12 класса до университета, да, у них будет два свободных месяца. Они по этой программе могут получить поддержку от нас. Это менторство, индивидуальную программу. Мы можем в районе, не знаю, 100 евро на них потратить, абсолютно любые курсы оплатить, вовлечь, социализировать, поддержать. Это абсолютно для них бесплатно. Даже найти работу. У нас очень много связей, контактов, фирм, и мы помогаем ребятам тоже вот трудоустроиться. Поэтому слушатели, кто слушает, если среди, там, рядом или вы являетесь, вот подходите по этим критериям, то можно смело писать и бесплатно участвовать вот в такой программе. Я, кстати, слышал об этой программе. Также на это есть такой проект Pumpurs, да, который помогает, знаете, вот подростки, которые в зоне риска на исключение школы, или у которых, которым трудно учеба далась, вот там оценки съехали, им сложно стало учиться. Особенно на удаленке, да. Специально для этой категории у нас тоже вот прям отдельный проект придуман, и специально для таких ребят будет ряд мероприятий, которые мы будем организовывать. Там также и в поход пойдем, и музыкальное мероприятие будет, и предоставим 10 наших старшеклассников-руководителей, которые помогут по разным предметам именно подтянуть эти предметы. Например, там, математика, химия, физика, ну, или любые другие запросы индивидуально, которые будут у ребят. У нас больше, чем 90 таких, не знаю, помощников, которые помогают вообще с репетиторством или там, да. И если, опять же, родители нас слушают, и у вас есть, ну, вы чувствуете, что успеваемость у детей упала, то можно к нам тоже обратиться и бесплатно в этом поучаствовать. Ребята уже с 12 лет, с 5-6 класса уже могут в этом участвовать. А вы упомянули, что таких помощников больше 90 в вашей организации. Ребята сами вызываются помогать другим или вы как-то проводите разъяснительную беседу, что это нужно? Ну, знаете, как бы мы так, как бы думаем всегда о интересах подростков, о молодежи, и вместе с ними у нас, у нас в команде, может быть, ну, я такой единственный взрослый, а ребята, им там от 16 до 25 лет, они сами участвуют во всех процессах, и мы видим, например, по трудоустройству, что все, все хотят там, ну, как бы какую-то подработку найти или работу. Мы знаем, что летом вот тысячи вакансий от молодежи, они не закрыты, а вот государства, которые вакансии выдают, они буквально там за первый день просто заполняются полностью все, да, с государственной дотацией. И мы придумали такой проект YoungWorks, где мы помогаем ребятам найти какую-то подработку или даже трудоустройство. Есть такая платформа, где родители отправляют свой запрос там на репетиторство, на присмотр, на даже такие, знаете, это что-то наподобие там ССЛВ, которые все знают, но такая, в общем, молодежная, молодежно направленная сфера, там даже было там что-то с сантехникой помочь или там жалюзи починить. И, ребята, вот около 90 молодых исполнителей, молодых специалистов YoungFolk, участвуют в этой платформе и ежедневно там родители к нам обращаются и мы помогаем с абсолютно разными задачами и поручениями. Что, спасибо большое. Так вот время эфира у нас пробежало. Замечательные вообще мероприятия и есть повод подумать, да, о том, как вот лето провести. Интересно, да. Интересно и с пользой. Сполезно, да. С нами был на связи Александр Морозов, руководитель организации YoungFolks и рассказал все подробности о том, как прошел год и о планах на ближайшее будущее. Было действительно очень интересно. Ну, а все эти рекомендации, конечно же, на портале MixNews потом можно будет прочесть и по ссылкам перейти. И YoungWorks YoungWorks и вот этот Протеундари новый проект YoungWorks тоже. Все это будет. Да, сейчас мы прервемся, а после этого поговорим о деньгах и экологии. И гудроне, да, потому что... Такое сложное слово, да. Не переключайтесь. Радио Болтком